Друзья, всем привет! Находимся в магазине Светофор. Сейчас покажу вам, какие товары действительно смело здесь можно покупать. Они очень хорошего качества и продаются в обычных магазинах, но стоят гораздо дешевле. В первую очередь, мне это вот такие вот вафли. Они мне очень понравились. 500 грамм, 67 рублей, 50 копеек. Очень вкусные вафли. Здесь 3 ряда по 15 вафель. Также, друзья, брали вот такое вот печенье. Тоже очень хорошее печенье. Правда, мы брали не такие вот пряники, а вот такое вот с начинкой. Очень хорошее рассыпное печенье. Еще, конечно, хотели взять на пробу вот это, но вот здесь понятно, что печенье тоже рассыпное. Тоже наверняка очень вкусное. 126 рублей, 50 копеек за 500 грамм. Производитель ООО «ТД Берег», Россия. Также, друзья, рекомендую горбушу. Очень вкусная рыбка. Брал недавно к пенному. Ее завозят, кстати, очень часто, хоть и срок годности у нее небольшой там что-то. Сейчас скажу уже честно, не помню. 60 суток, то есть 3 месяца. Но завозят ее довольно-таки часто. Вот упакована эта рыбка. 14.02.22, то есть в этом месяце совсем недавно. Вот одна вот такая вот тушка выходит на 167 рублей 74 копейки. Есть, конечно, и побольше. Вот 218. Есть еще больше, но рыба действительно очень хорошая. Только будьте внимательны, покупайте тушь, что в вакууме. Вот, например, это не вакууме, это уже рыба испорчена, скорее всего. Вот, можете обратить внимание по виду. Такая вот и вот такая. Вот это вот вакууме хорошая рыбка. 328.90 за килограмм холодная копчена. Также, друзья, недавно товарищ купил вот такую вот колбасу. Пришел к нему в гости, попили чаю. Сырекопченая колбаса очень вкусная. До этого я не хотел ее брать, так как вот привозят вот в таком вот видео. Но он сказал, что для сырекопченой колбасы это, в принципе, нормально. Цена за килограмм 434.90. Оригинальная дымов. Производитель. В среднем одна палка выходит на 258 рублей. Весом почти 600 грамм. Вот такая вот колбаска. Всем рекомендую. Очень вкусная гадала. Также рекомендую вот такое вот масло. 400 грамм, я знаю точно. К сожалению, не могу найти ценника, но я могу и так сказать, что оно стоит 85 рублей 90 копеек. Недавно я покупал 400 грамм, 82,5% жирности. Масло сливочное. Сливочная сторона-производитель. Очень хорошее масло, на самом деле. 400 грамм за такие небольшие деньги. Вот дата изготовления 26.11.2021 год. Ну, срок годности, я думаю, минимум полгода. 90 суток. То есть 3 месяца. До 0,2, да? 0,2, 26. То есть до этого месяца ему осталось планиться. Но на самом деле его завозят очень часто. Я надеюсь, что завезут и еще очень хорошее масло. Ценника нигде нету, но я могу так сказать. Он стоит 85 рублей 90 копеек. Я шмело рекомендую брать вот такую вот колбасу. Тихоокеанская. Она у нас продается и в обычных магазинах. Производитель Ратимир. В среднем палка выходит на 240 рублей. Завезли ее вообще буквально недавно. 18.02. 344 рублей 90 копеек категория B. То есть для колбасы категория B это очень хорошо. На самом деле это для колбасы очень действительно хорошо. Дата изготовления 15.02.22. Я ее не пробовал именно со светофора, но пробовал в обычном магазине. Точно такой штих. Я тихоокеанская, только палка в два раза меньше. Как это было из Георгиевской. Тоже думал, что будет чем-то отличаться. На самом деле взял маленькую и такую большую в светофоре. Оказалось то же самое. Просто делают вот такие вот большие колбасы. Наверное, специально для сети. Друзья, я также рекомендую такие вот семечки от Мартина. Мы с женой брали с солью. Очень хорошие семечки на самом деле. Производитель очень популярный. И есть еще без соли. Мы брали с солью, с морской солью. 198 рублей 50 копеек за 500 грамм. Семечки очень хорошие. Но вот еще здесь есть очень дешевые семечки 500 грамм. Дед Семен 90 рублей 50 копеек за 500 грамм. Я их еще не пробовал. Но в комментариях писали, что не очень семечки. Вот от Мартина я знаю. Я пробовал действительно хорошие семечки. 198,50. 500 грамм в обычных магазинах. Такая упаковка стоит, наверное, на рублей 320. Более чем на 100. Я также рекомендую такие вот конфеты. Покупали их недавно. Особенно мне понравились вот эти вот кругленькие. Они так в форме мячика еще сделаны. Очень вкусные конфеты. Набор трюфельный конфет. Ну, на самом деле, они не горькие, ничего. Того трюфеля нету. Вот эти у нас идут фиолетовые, которые там немного крема. Это полностью, так сказать, шоколадные. И эти вот с кремом. Кремово так шоколадные какие-то. В общем, очень вкусные вот эти вот синенькие. Мне очень понравились. Цена за 500 грамм. 132,90. Производитель ЕСН. Россия. Друзья, многие писали еще комментарии по поводу кастрюли. Стоит или не стоит покупать. Я говорю, что стоит. Кастрюли очень хорошие. До этого были точно такого же производителя. Точно такие же кастрюли. Только объемом 5,5 литров. Меня покупали родители. Говорят, кастрюля очень хорошая. С двойным дном. За такие деньги. Это прям, говорят, подарок. С крышечкой. Объем 3,2 литра. Вот это стоит 788,90. Правда, 5 литров. Стоило ненамного дороже. Буквально там на 120 рублей, по-моему. А это 3,2 литра. 788,90. Я также рекомендую такой вот соус хреновина. Очень хороший соус. Так сказать, с горчинкой. Мажете на хлеб. С борщицом. Прям вообще шикарно. Здесь 500 грамм. Такая вот хреновина так. Дата изготовления 12-21. Срок годности у нее, по-моему, 1 год. Да, 1 год срок годности. Цена 70 рублей. Деносокоплек 500 грамм.